Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я не знаю, как мне поступить, но психологически я уже на грани страйба. Это означает, что вы себя довели. Это означает, что вы много сдерживаете и подавляете в себе. Вопрос в том, для чего. Мы с Мудем живем 4 года, живем в квартире отца мужа. Как так получилось? Нет, дальше вы рассказываете об этом, но как так получилось изначально? Что вы стали жить в квартире отца мужа. Еще и с младшим братом мужа. Было ли ваше согласие на это? Было ли принятие вами этого факта? Знали ли вы условия, на которые вам, грубо говоря, придется соглашаться, если вы начнете совместно проживать на этой жилплощади? Непонятно. Вот такая веселая история. Да, история веселая, но не совсем понятно, как вы в ней оказались. Вот вы пишете, не знаю, как поступить. Как поступить, чтобы что? Начнем с того, что свекор мой великий манипулятор своими детьми. Ну, манипулятор, это манипулятор манипулятором, но считают ли дети это проблемой? То есть хотят ли они, чтобы отец перестал им манипулировать, например? Хотел бы, хотели бы, хотели бы, хотели бы, хотели бы, хотели бы, дети, этого. Сгласитесь, интересный вопрос. Правда? Если дети считают, что ими манипулируют, они могут обратиться за помощью к психологу, и психолог, собственно говоря, научат, как противостоять манипуляциям. Но если дети не считают, что ими манипулируют, и не хотят, например, что-либо менять, то извините. Но под манипуляцией попадаете вы. Самый лучший способ не попадаться на манипуляции, это быть собой. Он пьет каждый выходной, это через полтора суток, он пьет полутора суток, как по графику. Итак, человек является зависимым от алкоголя, соответственно, его дети, и вы являетесь все зависимым. Если ему что-то сказать по этому поводу, он выгоняет из дома и кричит, что всех нас кормит, и мы живем на его территории, и что мы его все достали. Вообще, справедливо, и вот его территория, и его правила. Его сын, младший брат мужа, 37-летний мужчина, которого бьет отец. Он вам живет и ворует, тащит из дома все, что плохо лежит, и деньги. Но опять же, мы жалуются на этого человека. Вас-то, кто заставляет с ними жить? Сидим в постоянном напряжении. Ну, во-первых, кто сидит. Во-вторых, вам не изучить тему созависимости. После этого, я думаю, вам многие вещи будут куда более, скажем, так понятны. И ясны. Вот. Потому что сейчас, я повторюсь, сейчас, на данный момент вы находитесь в созависимости. К моему большому сожалению. И созависимость, это то, что наиболее разрушительным образом сказывается и на вас, и на вашем мужа, и на братья мужа. Но спасать кого-либо дело неблагодарное, поэтому в данном случае вам нужна операция на себя и свою личную ответственность. Уходят с приходом в весны, и зимой отец его домой тащит и требует от нас с мужем, чтобы мы хорошо с ним общались. Почему мы обязаны его принимать? Действительно, не обязаны. Только вы находитесь на его территории. Мол, это его дом и его правила. И это правда. Это правда. Это его дом и его правила. Отец указывает нам, когда есть, когда он сидит на кухне, все должны уйти и не мешать ему выпивать. Подсказывает нам, когда спать, если он лёг в 4 часа вечера, значит все должны лечь спать, не занимать ванную и уборную по утрам. Я повторюсь, это его дом и его правила. Если у нас трудности, он не хочет, то не хочет нам помочь. А за младшего сына платят алименты уголовные взыскания за воровство. Почему он должен вам помогать? Старшему сыну не помогал ничем и никогда. Опять же, вопрос, а почему он должен? Раньше он пил вместе с моим мужем и вторым сыном. Я, если честно, запутался, кто с кем пил. А я справился с этой проблемой, муж пить бросил. Ну и как интересно у вас получается. Вы как будто родитель для своего мужа. Есть ощущение, что у вас с мужем не совсем здоровые отношения. Тут, значит, вы справились с этой проблемой, он пить бросил. Хотя это муж справился, а не вы. Вы могли помочь, но справился муж. Тут, значит, муж стоял на том, чтобы вы уволились. Так, значит, хотим ребенка, кто мы. Вы хотите или муж? Но свекла идет, лезет, указывает, что мы уже старые для любви и детей. Ну, у свекла может быть свое мнение, у вас свое. Запрещают нам проявлять друг другу внимание. Друг другу внимания. Ну, опять же, его право. Причем он постоянно поинтересуется нашими доходами, сколько мы получаем денег. Причем ему уже спрашивают, а мои зарплаты у меня заплатим мужа. И если мы хоть немного поднимаемся и не обращаемся к нему за помощью, он длится и рот маром на нас. Но обратите внимание, где-то у вас идет все время мы, 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 мы. Такое ощущение, что вы с мужем находитесь в влиянии. Вам бы с личными границами поработать между вами и вашим мужем. Это первое. А второе, ну, все, что вы делаете, пока это жалуетесь на своего света, который, в принципе, живет как хочет, имеет на это полное право. А то, что вы и не можете жить как хотите, это тоже к вам вопрос. Как только какие-то сложности, потери на работу и непредвиденные траты, мы на миллионы уходим радоваться, когда подачку выйдет тысячу рублей, которую вы принимаете, я полагаю, на пять дней, и упрекают, что он на сколько кормит. Ну, опять же, классическое, такое, властное поведение. Указывают на мой внешний вид, скажем так, у меня было к согласию, он говорил мужу, но еще отказываюсь с двумя детьми. Я легла на операцию, он бесил, что я стану вне кофе, а найду другого мужа, а его сына брошу. А вы легли на операцию, для чего? Для чего? Устроились на хорошую работу, он мужем, муско промывал, что я там гуляю от него, муж не стоял, чтобы я уволилась, сейчас дома, вот вы перекладываете от вебса на мужа за то, что вы уволились. И тем самым продолжали быть в зависимости от свекры. Сейчас дома свекр мне все нервы вымытал, когда я на работу выйду, а я всего неделю дома. Ну, опять же, свекр живет своей жизнью, тут как бы... При этом его младшие с ним сидят без работы уже два месяца, ему ничего не говорят, а почему я должен ему что-то говорить? Сейчас вокруг указывают мне, на мой вес. Я немного поправилась, и статически это не портит меня, но при каждом случае мне указывают, что я толстая, то я должна пить таблетки от ожирения. И хлопать меня попу, я называю ее грубым словом. Ну, во-первых, вы позволяете... Какое-то делать это, первое. Выглядит как, честно говоря, приставание к вам. Второе, есть ощущение, что вы в себе не уверены, потому что вы говорите, что эстетически вас это не портит. Я не знаю, почему он так к нам относится. Какая разница? Почему он добивается своим отношением? Какая разница? Ну, серьезно. Помимо того, что психологи не могут давать комментарии относительно других лиц, какая разница? Если он хочет, чтобы мы ушли, мне вкратце пытали... Нет, он не хочет, чтобы вы уходили. Он хочет, чтобы вы были в его полной власти и зависимости. Вот. Смотрите. Вы говорите, что фокор манипулятор. Но в то же время почему-то за чистую монету вы принимаете то, что он болеет, когда вы уходите. Вам не кажется это странным? И еще один вопрос. Вас правда интересует только почему он так делает? Это правда единственное, что вас интересует. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.